всем привет еще раз значит выехал во второй половине дня попытаться и сразу же заехал я и говорил в красную зону prime time вот 25 75 процентов prime time и вот жду вот видите стою уже минуты две на тут стою причем я ехал вот по улице и prime time был намного больше еще вниз два квартала только заезжаю он тухнет я в следующий он тухнет я в последний заехал стал и думаю стартануть сегодняшний день именно вот с prime time а вот с этого если получится не знаю буду пока сидеть пока нет вызова начну наверное сегодня рассказывать про про что про то что все спрашивают как все-таки машину в рент взять этого камеру поставлю подальше меня держать надоело да значит как взять машину в рент успели что-нибудь снять но по крайней мере начну значит ну во первых начну сразу с регистрации до каждый раз буду напоминать не спешите потому что не будет реферала идете на сайт регистрироваться когда вы решились определились чью-то реферальную ссылочку код и начинайте регистрацию потому что как бы просто так на ровном месте там кто-то 250 долларов кто-то 300 там бывает 150 ну там она как-то плюс-минус по разному но в любом случае первая вот эта реферальная ссылка она там не надо много гонять там как правило иногда бывает что много но там и цена допустим 750 долларов да это сложновато стартануть сразу большими хотя принципе я сразу в эти условия попал поэтому при регистрации как бы учитывайте это когда будете регистрироваться теперь дальше начинаем регистрироваться там стоит выбор автомобиля вот и есть взять машину вариант кнопочка у лифта у лифта она называется она называется экспресс-драйв по-моему так выбираете экспресс-драйв и сразу отпадает выбор автомобиля потому что я хотел чтобы старый автомобиль там годами игрался как-то думал что прошло вот выбрал экспресс-драйв и все и не надо ничего там выбирать его сразу дальше проводит на вот там документов там вас фотографировать ваши драйвер-лайсенс там сфотографируйте себя улыбающимся вот пройдите там какой-то маленький курсик вот это все ждет потом ответа от компании вот и потух прям прайм-тайм что я и говорил что за ним гнаться нельзя на халяву повезет повезет нет это фикция какая-то ну ладно значит теперь условия на которых мы берем значит идете по регистрации регистрируетесь но выбора автомобиля у вас да нет выбора автомобиля значит после этого лучше поехать в офис но если в сакраменто то надо ехать в фолсом потому что потому что в других этих местах где есть регистрация самого лифта да надо обязательно узнать где в вашем городе регистрация рент лифт потому что она только в пару в одном месте может быть у нас сакраменто в одном месте только фолсом и все что мы ездили в другое нам сказали тут тут такого нет едьте туда приезжаете туда вообще как бы не всем надо сразу ехать потому что я ждал неделю целую и за неделю у меня ничего не сдвинулось никакого даже должен быть опруфт моего аккаунта а его нет фотография пишут опруфт там этот прошел этот какой-то там инструктаж опруфт вот а самого подтверждения дальше дадут мне машину или нет нету вот поэтому поехали туда там что-то за пять минут и граждите и мне этой же ночью в два часа ночи уже говорил бах я еще два проверяю нет нет никакого опруфта через десять минут оп или там в три бах все вас подтвердили сразу после этого у вас открывается галочка выбор автомобиля и вы проходите дальше по этим ссылочкам попадаете на выбор городов каких городах есть машины не во всех городах можно взять машину в рент и в разных городах разные условия да где то есть шевроле да только шевроле там их контракт с лифтом какой-то да у нас допустим контракт с херцем фирма hertz вот и надо брать у них машину и они вас перебрасывают на их сайт и вы делаете выбор но этот выбор он не совсем корректный да потому что тот программа рента которая у херца она не совпадает с программой как на которой с которой договорился с ней лифт у лифта короче ситуация такая у них только нет вот этих категорий там full-size там mid-size или еще что-то там экономики ли еще что-нибудь а у них просто типа типа small car или что-то маленький автомобиль 165 долларов и там типа стандартный или там средний автомобиль 180 долларов все то есть то что я там себе машинку выбрал там прошел все цена сразу будет выше не пугайтесь регистрируйтесь вот потому что там сразу херц свою цену выставляет как бы я сразу думаю что тут делать ладно только что деньги туда не переводите никак они там кстати мне присылали типа может вы желаете оплатить вот не поведитесь на это не оплатите случайно вот то есть просто делаете выбор и все и когда здесь выбор вы заказываете на какое время и на какой день время тоже у лифта свой договор да они договариваются на неделю я написал чуть тогда мне в тот момент было выгодно я рассчитал что там с четверга по воскресенье я поставил четыре дня указал время когда я хочу когда приехал в офис все это оказалось фикция по сути вот то есть ничего этого не надо было но надо как бы для себя как бы да вроде бы но приезжаем туда они говорят выбор автомобиля нет у нас будет либо маленький либо большой вам какой я я говорю а что есть ну да мы с знакомым своим был вот что есть значит нам тот момент toyota как это маленький yaris toyota yaris ford focus и хундай лантра я сразу в программу захожу на программка расход топлива сразу по машинам смотрю лантра ну я раз я рис маленький если в аэропорт ездить там чемоданы с трудом наверно встанут я рис сразу отпал хотя он будет экономичный нормальный но маленький вот и следующим посмотрели ford и лантру лантра даже чуть-чуть экономичнее и вроде бы она лучше должна быть укомплектована может она больше но побольше не знаю вряд ли на больше решил короче лантру как-то она выглядит под это 16 года и лантра она так выглядит прикольно вот внешне все мы говорим такая-то машина я даже не знал какой-то класс потому что смотрю они мне договоре 180 пишут то есть значит и лантра у них попала ну там 15 долларов разницы как бы ладно это уже ерунда это короче 15 долларов вот то есть машину я могу сдавать возвращать обратно проблемы с этим нет вот сзади стенку снимаю я думал может лучше улицу снимать эти все жду ну ладно тогда буду болтать значит определился лантру подписываем договор начинаются за условия условий там никаких вас выбора нет то есть я четыре дня вот эти сразу вопрос стал четыре дня они мне сказали у вас нет вариантов всегда берете на 7 дней просто вы можете взять там три дня ну сразу там разная то есть вы можете взять в любой день недели но всегда на 7 дней и сколько вам надо откатать дней там будет указано таблица такая дается вот теперь самое вкусное о чем говорю если вы берете машину считается кстати там хитрость считается неделя но на самом деле она неделя а пять дней вот это кстати маленькая хитрость от лифта то есть у них написано неделя на самом деле ее сдать надо в том что в субботу по моему до 4 получается меньше недели и меньше недели 75 рейдов надо совершить если вы за этот период там с понедельника реально он по пятницу по субботу получается если вы за этот период откатываете 75 рейда 75 рейсов делаете на 75 клиентов берете вам эту машину за вас оплачивает лифт она бесплатно фри вы только уплатите эти таксы таксы будете платить вы лифта платит 180 долларов за вас а вы только с этих 180 там по моему 17 долларов у меня было там какие-то два маленькие фи и такс там что доллар чем-то это там 3 чем-то ну и так ну по моему около 17 или 20 но это не 180 в любом случае вот то есть получается что вы себя привязываете я в среднем посчитал 11 12 рейсов каждый день надо делать и тогда машина вам обходится бесплатно почти новое что входит в эту машину первое ну сама машина первых новая машины все шестнадцатого года одну мне сказали какая-то была пятнадцатого но потом пошел говорит нет хундай шестнадцатого вот пробег я там уже не выбирал все мне показал вот этот я вышел говорю мне белая нравится он говорит такая же только вон так другая ну ладно пробег был 34 с хвостик 34 800 что-то 34 тысячи уже прилично шестнадцатого года и по машине заметен уже пробег я вам потом отдельно обзор машины сделаю вот первая вкусная машина новая практически до следующая вкусность страховку вы не платите стар машина застрахована минимально они минимально тогда по минимальной страховки от лифта или от херца я не знаю единственное что что первую тысячу написано покрываете вы то есть если вы наверное будете виноват то любой ремонт до 1000 оплатите вы я так подозреваю что мы там перевели как получается и вроде бы там написано что ваша ответственность до 1000 долларов дальше ответственность уже аренд компании то есть если вы кому-то там дорогую машину разобьете даже то я так понимаю вы максимум на что попадете это на 1000 вот этот нюанс еще там надо почитать более некогда читать надо перевести все нормально почитать вот в принципе я это знаю да это не подвох какой-то которым я не знаю я это знаю как бы и все нормально ездите аккуратно не попадаете не нарушаете как бы чтоб не попасть это что касается страховки вторая вкусность все обслуживание да то есть меня не интересует сломалась я позвоню скорая куда то есть вторая вкусность обслуживание никакого вообще за машину я ничего не плачу если я выезжаю вот эти положенные мои рейды да я делаю там 11 радов край с каждый день все я за машину не плачу за меня платит лифт самая большая вкусность которая даже возможно перекрывает многие другие плюшки там переход в убер да а кстати еще один момент договоре вы не имеете права на этой машине работать на другие компании четко в договоре прописано то есть если вы там включите убер и лифт ну и каким-то образом я не знаю это всплывет ну вам просто наверно включат вы заплатите 180 долларов но я не знаю последствия я не знаю но вы не имеете права работать в рентованной машине на другие компании четко в договоре написано вот теперь что в плане страховки до страховка но там вот со страховка немножко есть нюанс как бы написано страховка есть но пока у вас вы в системе вы включены пока вы двигаете в системе когда вы не в системе там витиевато так написано а вот и договор какой-то тревис ходят тревис ненормальный мне вчера пять раз отключал связь я его принимаю он кида ну сейчас попробую опять принять тем более что он рядом я принимаю он отмену делает пока нет отмены пошел с маршрут посмотрим что получится в этом районе живет какой-то негативный тревис ладно поехал